Привет дорогие мои друзья. Говорящая Чихуахуа Софи снова в эфире. Наконец-то мой оператор вернулся и я снова могу снимать видео для своего блога. На днях я каталась по городу. Но вообще-то об этом в другом видео. А сегодня о том, о чем вы давно просили меня снять. Как чистить зубы собачкам и в том числе Чихуахуа. Итак, как всегда все по порядку. Первое. Вообще мы с Эйвеном в Таиланде зубы не чистим, потому что наши двуногие начали добавлять нам воду специальную жидкость, которая способствует очищению зубов, улучшению дыхания и предотвращает возникновение налета и зубного камня. Наверняка такие продают и в российских зоомагазинах, поэтому мы совсем отучились чистить зубы. Но обязательно покажем, как это делать, если вы хотите все-таки чистить их традиционным способом. Второе. Существует мнение, что Чихуахуа генетически предрасположена к образованию зубного налета, зубных отложений, даже в здоровом состоянии и даже при нормальном уходе. Поэтому чем тщательнее вы следите за зубками вашей собачки, тем лучше для нее самой. О неприятном запахе изо рта лучше сделать отдельное видео, потому что это целый ряд причин и возможностей устранения. А сегодня мы поговорим про чистку зубов. Поехали! София, мы сейчас это причешем вас немножко. Зачем? О нет, ну нет, блин. Ну это обязательно вообще снимать тогда? Вообще я и так самая красивая и без этого, вашего этого причесывания. Ааа, блин. Ну все, 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 уже, все, уже причесали, уже все, хватит. Теперь уж точно можно начинать. Так, так. Начнем с того, чем чистить зубки собачки. Существует большой выбор специальных зубных паст, которые можно купить в зоомагазине. Лучше выбирать ту, что не нужно смывать водой. Таких сейчас достаточно. Далее выбираем щетку. Существуют разные щетки. Обычные щетки. Чаще всего они вот такой формы, имеют два разных ворса и хорошо гнутся. Щетки-наперстки. Кому-то удобнее чистить именно такими. Сейчас уже даже есть электрические щетки в продаже. А также имеются массажные щетки для десен в виде напальчника с резиновой щетиной. Выбирать щетку нужно так, чтобы удобно было вам и вашей собачке. Не слишком большую, но и не слишком маленькую. И ту, которая вам будет удобнее всего чистить ей зубки. Мы раньше просто чередовали виды щеток. Еще у нас есть набор для снятия зубного камня, который очень часто образуется на зубках. Он похож на налет, но уже не счищается зубной пастой. Его нужно как бы сковыривать в зуб. Но для тех, кто не умеет этого делать самостоятельно, лучше не рисковать и идти для этого к ветеринару. А теперь перейдем к самой чистке. Чтобы зубки были чистые, чистка зубов должна быть тщательной и регулярной. Тем, чьи собачки еще не привыкли чистить зубки, лучше запастись терпением и лакомством. Со временем собачка привыкнет и не будет сопротивляться. Существуют разные методы чистки зубов, которые различаются между собой движениями, последовательностью, порядком очищения зубов. Я покажу стандартную методику. Она состоит из ряда простых движений, удобных для запоминания и воспроизведения. Итак, чистка зубов собачки очень похожа на то, как вы сами себе чистите зубы. Предварительно необходимо вымыть руки. Как вы помните, мы создание нежное, поэтому не нужно резкости и применение силы. Для начала, чтобы собачка привыкла, гладите ее, успокаивайте, поддерживайте. Затем открывайте рот не сильно и ненавязчиво поглаживайте десны, чтобы собачка привыкла к новым ощущениям. Перед чисткой можно дать попробовать пасту с пальца и дать возможность познакомиться с чистящим инструментом. Щетку предварительно нужно помыть. Теперь наносим небольшое количество пасты на всю длину поверхности щетины щетки. Для лучшего очищения зубок вашей собачки желательно использовать несколько разнообразных движений. Первое. Скребущие движения. Скребущие движения состоят в продвижении щетины вдоль ее длинной оси с нажимом на головку. Второе. Подметающие движения. Это от десны к жевательной поверхности зубов, то есть кончиком. При этом нажим щетки осуществляется в области зубной поверхности и десны. Это один из самых распространенных и лучших методов. Также есть круговые движения. Их совмещают с постоянным передвижением щетки на следующие зубки. Главное не пропускать зубки, а чистить все. Можно, например, всю пасть собачки разделить для себя на фрагменты. Резцы и клыки, то есть передние зубы и клыки. Примоляры и маляры. Какое научное слово. Это остальные зубы справа, слева, в глубине и так далее. Главное не забывать чистить зубы не только с наружной и внутренней поверхности, но и саму жевательную верхнюю поверхность зубов. Чтобы не повредить десны, лучше всего начинать с резиновых зубных щеточек, а затем только переходить на щетки с нейоновой щетиной. Наиболее распространенной ошибкой при чистке зубов является выполнение щеткой различных движений. И скребущих, и поперек оси, и возвратно-поступательных. Это приводит к переносу зубных отложений с одного участка зубного ряда на другой, а также к загрязнению межзубных промежутков. После непосредственно чистки зубов можно приступить к массажу десен специальной массажной щеткой. Массаж можно проводить движениями вверх-вниз, а также круговыми. Массаж десен усиливает кровоток, чем стимулирует обменные процессы. Также мои двуногие периодически используют спреи для заботы о зубках и приятного запаха изо рта. После чистки зубную щетку тщательно промыть водой и положить так, чтобы щетина не находилась в загрязнении. Чистить зубки собакам целесообразно дважды в неделю, в зависимости от их состояния загрязненности. Я понимаю, что это может быть все достаточно трудно и требует усилий для освоения, но это единственная возможность поддержать зубки ваших питомцев в порядке. А по поводу сохранности зубных щеток, я, например, пользуюсь специальными чехлами, защищающими щетки от загрязнения. И мои двуногие тоже, потому что они подходят как для наших щеток, так и для их. Вот такие няшные зверушки, панды, барашки, чехлы, в которых можно просто держать щетку или даже приклеивать их на специальные липучки к поверхностям. Это для любителей всяких прикольных штучек, как я. Кстати, чехлы эти продаются в моем магазине и стоят всего 150 рублей за штуку. Так что для заказа обращайтесь к администраторам моей группы ВКонтакте. Все ссылки есть в описании к видео. Спасибо за внимание. С вами была говорящая Чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Пока-пока. Почему у тебя чехол для щетки панда, а у меня баран? Эйвен, потому что панды няшные. Бараны что? Не бараны, не няшные, что ли? Ну и барашки тоже ничего вроде. Ну и вообще, там же не только панды и барашки. Да, ну да, ну в принципе да, да, наверное да. Ах, боже Эйвен.